Всем привет! Вы на канале Love Shopping и меня зовут Вероника. Сегодня мы с вами продолжаем смотреть мои покупки из магазинов Wildberries и Ozone. И в прошлый раз мы с вами начинали с Wildberries, поэтому в этот раз давайте все по-честному и начнем с Ozone. У меня здесь две коробочки небольшие, тем более покупок Ozone меньше, мы их быстренько посмотрим и потом уже приступим к Wildberries. У меня здесь два вот таких вот целых пакета покупок, много всего интересного, я думаю, что вам тоже будет интересно посмотреть. Поэтому давайте поскорее начинать. Как обычно, все цены я буду подписывать здесь вот снизу в российских рублях, потому что как Wildberries, так и Ozone это интернет-магазины российские, и там все цены в российских рублях, а белорусские там представлены просто для ознакомления, и уже банк, чьей карточкой вы пользуетесь, он проводит конвертацию и оплачивает переводом из белорусских рублей в российские рубли. Вот, поэтому давайте не будем затягивать и сразу же начнем с покупок с Ozone. Первая покупка, которая мне очень понравилась, и она на самом деле у меня лежала, наверное, больше месяца в корзине, я все думала, думала покупать или нет, и в итоге купила. Это набор вот таких вот разделочных досок на подставке. Они шли вот в такой вот большой коробочке, я ее просто еще не выкинула, чтобы вам показать. Этот набор мне обошелся что-то около 30 белорусских рублей, если переводить в нашу валюту, да, белорусские рубли. Вот такие вот пластиковые разделочные доски. Мне очень понравилось, что они сразу идут на подставке. Здесь, кстати, указано, что можно быть в посудомоечной машине, и мне понравилось, что у них есть вот такие вот удобные ручки. Посмотрите, вот они так немножко изогнутые, и очень удобно пользоваться. Здесь три доски на такой белой подставке, серенькая, нежно-розовая и голубая. Можно для разных продуктов приспособить, например, голубую для рыбы, розовую для мяса, и серую там для хлеба, фруктов, овощей. Я уже начала, кстати, пользоваться этими разделочными досками, и, ну, как и на любых пластиковых досках, на них где-нибудь появляются, конечно, порезы от ножа. Вот это можно уже увидеть, да, буквально вот несколько дней мы пользуемся, и вот такие вот порезы уже есть. Но, с другой стороны, я все равно больше люблю разделочные доски из пластика, нежели из дерева, потому что за деревом нужен уход, нужно помыть, насухо вытереть, иначе начинает дерево портиться. Ну, я думаю, вы сами понимаете. За пластиковыми досками, конечно, не нужен такой тщательный уход, но и стоят они тоже не так дорого. Можно попользоваться там, когда они уже совсем потеряют свой вид, просто их выкинуть. Вот, такие мне очень понравились, и мне кажется, что очень удобно, то, что есть вот такая подставка. Ну, и плюс, пластик можно мыть в посудомоечной машине, а дерева нет. Вот, в подставке есть вот такие вот углубления, то есть для каждой досочки свое место. Вот, я довольна, пластик хороший, на мой взгляд, размер досок тоже вполне хороший, мне достаточно, и такие вот приятные нежные цвета. Цена, я считаю, за такие доски вполне себе умеренная. Дальше я вам покажу покупку моего мужа, он ходит в спортивный зал, занимается и покупает себе протеин. Раньше он покупал его в Беларуси, но теперь начал заказывать с сайта Озон, потому что говорит, что там выгоднее. Вот, здесь 2 килограмма, и вышло что-то около 60 рублей, то есть за килограмм 30 рублей, а у нас он покупал протеины за 50 рублей килограмм в среднем. Вот, показываю, вдруг кому-то интересно, вдруг кто-то у меня есть тут тоже спортсмены и покупает протеин, чтобы вы имели в виду, что на Озоне можно его купить дешевле. И следующая, следующая коробочка, здесь 2 мои тоже очень частые покупки постоянные, это вот такой вот баварский шоколад, кофе от Джокей, очень его люблю, у меня пустая упаковка, я уже его практически допила. Она небольшая, 150, наверное, здесь грамм, да, стоит что-то около там 3 рублей, наверное, на Озон. У нас я очень редко встречаю этот кофе, и он обычно стоит дороже, наоборот, у нас. Очень вкусный, ароматный, дает такую обильную пену, если готовить в кофеварке, ну, и действительно есть такой аромат горького шоколада. Очень нравится этот кофе, поэтому часто покупаю. И вторая тоже постоянная покупка с сайта Озон, потому что там действительно выгоднее у нас. Такой цены на соль финиш я никогда не видела. Я покупала в упаковке 3 килограмма, вот такая вот соль для посудомоечной машины, стоит эта упаковка 10 рублей. У нас где-то 3 килограмма, я видела, около 20 рублей стоит, поэтому... И то же самое я могу сказать про капсулы, тоже я заказываю с Озон, 100 штук стоят 30 рублей от финишной Озони. Поэтому тоже заказываю. У нас очень плохая вода, очень жесткая, поэтому расход соли в посудомоечной машине большой, и, в принципе, часто приходится заказывать. Покупаю я такую соль, очень довольна. Все, с покупками с Озона мы закончили. Я, как я и обещала, быстренько все вам показала. Кому интересно, ссылки будут и на Озон, и на Wildberries, все будет снизу, под этим видео в описании. Кто захочет что-то из этого приобрести себе, можете зайти и посмотреть. А теперь мы приступаем к Wildberries. Давайте начнем вот с этого пакета, потому что здесь одна очень классная покупка, которую я хотела вам показать. Думаю, будет интересно тем, у кого есть маленькие дети. Это вот такая вот куртка весенняя-осенняя от Lassie, и купила я ее что-то за 37 рублей. Я считаю, что для фирменной куртки вот такого известного производителя это очень хорошая цена. Размер взяла на вырост 122, потому что, в принципе, 116 у нас уже есть. Мне очень понравился вот такой вот принт, красивый, и мне вообще, в принципе, очень нравится Кэрри, Лесси. Вот их такие интересные принты на детских вещах, на детской верхней одежде, и она очень качественная, такая вот интересная, всегда яркая и радует глаз. В общем, вот такая вот классная покупка, я очень довольна. Кармашки здесь на липучках, вот таких вот. И, кстати, внутри в кармашках есть, где-то я видела, наверное, во втором кармашке есть такая утяжка, как я понимаю, если я правильно поняла. Вот снизу вот такая вот утяжечка, наверное, можно как-то, не знаю, за что она отвечает, эта утяжка, но что-то она утягивает. Куда она идет? Вот сюда куда-то, наверное, наверное, как-то можно утянуть нижнюю часть этой куртки. В общем, я не знаю, у меня Лесси раньше курток не было, но вот я увидела, что есть такая интересная фишка здесь в кармане. Все как надо, с капюшончиком, капюшон на кнопках можно отстегнуть. Вот такая вот классная курточка весенняя, и я считаю, что по очень хорошей цене. Дальше продолжим. Следующая это тоже очень классная вещь. Знаете, я пока раздумываю, сдать ли мне эти джинсы, и, может быть, попробовать отследить размер поменьше, потому что они мне очень понравились. Это Gloria джинс, я взяла 40 размер, 164, и мне, в принципе, с каблуком, если то хорошо, если без каблука, то длинноватый, они мой рост 162 см. Вот такие вот джинсы, они такие в меру плотненькие, немножко тянутся, здесь, видимо, есть какой-то эластан в составе или что, и у них очень-очень красивая посадка. Мне нравится, что сейчас в моду снова вернулись джинсы-клёш, и такие, которые расширяются к низу, и прямые, вот здесь, кстати, такой, видите, как будто немножко потертый край, как будто они ношеные уже, да, вот, и на кармашках тоже такие вот есть потертости. Мне нравится, потому что, знаете, уже приелись эти вот узкие джинсы-лосины, и далеко не на все фигуры они идут, я бы сказала, я бы хотела сказать, да, мне кажется, клёшные, они такие более универсальные. И тем более, что клёш бывает разный, он бывает и от бедра, и от колена, и под каждый тип фигуры можно подобрать, и тем более клёш очень здорово удлиняет ноги, если носить его с каблуком. Вот, поэтому я с удовольствием ношу теперь вот такие вот какие-то клёшные джинсы и брюки, и рада, что нашла такую красивую модель, покажу, как сидит на мне. Они, знаете, вот до колена они идут в облипку, а от колена такой идет небольшой клёш, и это, мне кажется, очень так здорово подчеркивает достоинство ног, и красиво так оформляет их. Мне кажется, на многие типы фигуры такие джинсы подошли бы. Обошлись мне они что-то около 35, наверное, рублей, тоже неплохая цена. У Gloria джинс, обычно качество джинсов очень даже неплохое, могу вам даже найти состав быстренько. 99% хлопок и 1% спандекс. Ну вот, да, за счет этого 1% и обеспечивается такой вот небольшой эффект, то, что они такие немножко стрейч. Вот, почему я хочу на размер поменьше, потому что мне кажется, что все-таки поплотнее, если бы они на меня сели, то было бы лучше, но пока что я не могу выловить размер поменьше, поэтому пока эти тоже не сдаю, но и премиум деним тут написано, но и этикетки тоже пока что не срываю. Не знаю, возможно, если вдруг выплывет в ближайшее время размер поменьше, то я эти сдам и возьму себе размер поменьше. Ну, в принципе, эти тоже сидят неплохо, вы посмотрите. И обязательно пишите в комментариях, понравилось вам или нет, но так я джинсами очень довольна. Следующая, это вот такая вот игра для Руслана, не помню, за 6 или за 8 рублей я ее купила, чей кот больше. Еще пока не распаковывали и не играли, хотела вам показать, но смысл этой игры заключается в том, что там несколько карточек, и на каждой карточке изображен кот, и рядом с ним такая графа от единицы до 6, по-моему, и учит ребенка распознавать, какое число больше, 1 или 5, например. Ну, игра вообще рассчитана от, скольки тут лет? От 5 лет, но, в принципе, я думаю, что и более младшие дети разберутся с правилами, потому что она не сложная. У меня есть уже игра, которую я заказывала с Wildberries, и я вам ее показывала, но она все-таки для более постарше детей, и пока Руслану не совсем понятно и не совсем интересно, поэтому я решила заказать вот такую еще одну, распакую и вам покажу, сюда вставлю, как выглядят эти карточки. Следующее это Тритинаин, подпишу вам цену, за сколько я его купила, наверное, рубля за 23 или за 25, точно уже не помню, здесь небольшая упаковочка 20 грамм, если вы меня смотрите, то вы знаете, что я пользуюсь Тритинаином, не для борьбы с прыщами, а для омоложения, потому что это единственное средство, которое действительно доказало свою результативность в антиэйдж-эффекте. Около полугода я пользуюсь, я более низкой концентрацией пользуюсь на данный момент, 0,05, и вот осенью я решила перейти на 0,1%. Я сейчас закупаюсь, потому что я думаю, что к осени он подорожает, потому что осенью такой период, когда все начинают или продолжают пользоваться, многие на лето перестают пользоваться Тритинаином, я этого не делала, вот, и поэтому я себе купила вот такой небольшой тюбик про запас на осень, наверное, с октября я начну пользоваться, когда такое активное солнце уже исчезнет, и вернется наша серость, привычная для Беларуси, да, вот. Не буду так много рассказывать, потому что кому интересно, можно загуглить и почитать про действия Тритинаина, я довольна, мне нравится, я вижу результат. Дальше, 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 дальше. Купила Руслану вот такие вот чешки в садик от Котофей, уже немножко мы начинаем так подготавливаться к садику, наконец-то мы уже туда пойдем скоро. Чешки из натуральной кожи, купила я их всего за 7 рублей, была акция на Котофей, это у меня, по-моему, 29 или 28 размер я какой-то взяла, но должны быть ему хорошо, может быть, с минимальным запасом, вообще, я думаю, чешки не нужно особо с запасом, да, потому что будут сваливаться, но я думаю, что должны быть по размеру. Вот такие вот отзывы были очень хорошие, писали, что это лучшие чешки, которые только можно купить, тем более по такой цене, 7 рублей, отлично, в садике будет заниматься ребенок. И следующее тоже очень-очень классная и интересная покупка, это никеды-кроссовки от Puma, тоже я их выловила по очень хорошей цене, вот такая вот коробочка и сами кроссовки, размер 3,5, это мой родной 36 размер, вот такие вот классные кроссовки, мне очень понравилось, как они смотрятся на ноге, и цена что-то там около 35 рублей, это тоже, я считаю, отличная. Они не из натуральной кожи, это кожзам, но качество мне понравилось, довольно-таки неплохо они сделаны, на мой взгляд, и тем более по такой низкой цене, фирменные кеды, почему не взять, точнее кроссовки. Сейчас в моде такая более массивная подошва, но я не очень люблю, мне кажется, более такие классические, они никогда не выйдут из моды и смотрятся хорошо. Подходят, я думаю, что должны подойти под многое, такой универсальный бежево-белый цвет. Этой покупкой я очень довольна и буду носить с удовольствием. Следующее это очки от довольно-таки известного на Wildberries бренда, бренда, бренда Кидо, у него довольно-таки бюджетные очки, начиная от 5-6 рублей можно купить очки, вот что я и сделала. Упаковка, знаете, мне пришла вот такая вот вся помятая, побитая, я уже думала, что очкам там тоже, наверное, пришлось не сладко, но с очками, слава богу, все в порядке, вот такие вот симпатичные, квадратные, я решила попробовать. У меня не было белых очков, ну вот покажу, как они смотрятся, прям у меня тут свет софитов отражается в очках. Ну вот как-то так, не скажу, что прям идеальные, но мне в принципе нравится, мне кажется, вот эта вот душка могла бы быть поуже, как-то она очень широко так расставлена, но в принципе, мне кажется, смотрится неплохо. Не знаю, как насчет уф-защиты, есть ли тут что-то у этих очков или нет, но я сегодня вот их уже носила на улице, в принципе, мне показалось, что глаза неплохо защищают. Вот, такая интересная форма и дизайн, и были, кстати, еще в черном цвете, но вот мне захотелось именно белые, потому что белых очков у меня нет. И, кстати, вот пришел с ними вместе такой вот чехольчик тканевый. Очки хорошие, на мой взгляд, довольно неплохие, ну, сделаны нехлипко, очень много разных моделей, бюджетные цены, поэтому, если кому-то нужны очки, тоже можете пройти по ссылке, которые я оставлю снизу, и посмотреть, какие другие модели у этого бренда. Дальше, это пижама от бренда Твое, она у меня, кстати, уже не первая, наверное, третья пижама от Твое, очень люблю пижамы по бюджетным ценам, это мне обошлась что-то около 8, наверное, рублей или 9, ну, очень бюджетно, я считаю. Люблю такие вот пижамки, именно шорты и объемная такая вот маечка, я специально еще беру не XS свой размер у Твое, а S, чтобы она была такая еще более объемная и свободная, я считаю, что пижама, ну, пижама это такое, знаете, понятие у меня, пижама это моя домашняя одежда, я не только сплю, но еще и хожу по дому в пижаме, поэтому очень удобно, это, по-моему, 100%, не 100% хлопок, но вот, а, 48% хлопок и полиэстер, все остальное. Ну, довольно хорошее качество, долго носятся, у меня уже, как я сказала, не первая, стираются прекрасно в стиральной машине, ничего с ними не делается, и, ну, вот приятная на ощупь такая вот легкая ткань, и принты тоже можно выбрать на вкус и цвет, я взяла вот такой вот с карамельками и сердечками на шортах, тоже посмотрите, как это выглядит на мне. Я сказала цену, да, где-то 8 или 9 рублей заплатила. Следующая, это вот такая вот маечка тоже от бренда Gloria Jeans, которую я очень люблю и ребенку часто покупаю, и себе тоже, мне много у меня вещей от этого бренда. Она вот такого вот молочного светло-желтого цвета, мне кажется, он неплохо на мне смотрится, тоже вставлю вам видео и посмотрите, как это выглядит на мне. Взяла специально тоже размер S, чтобы был более объемный, я не люблю, чтобы футболки вот прям впритык сидели по плечам и вот прям в облипку, не знаю, мне кажется, сейчас это не совсем модно, но и я не люблю, я просто люблю более такую свободную одежду, чтобы меня не сковывало ничего, вот, и такая вот маечка вполне себе не плохого качества, тоже что-то около 7 рублей она мне обошлась. На мой рост у нее нормальная длина, в принципе, заправить и в высокую посадку, и в более низкую посадку я смогу прекрасно. Вот, на более какой-то высокий рост, наверное, она такая будет чуть укороченная. Следующая, это тоже Руслан у нас покупка, в садик от бренда Moon River я купила кроссовочки. Взяла вот такого вот белого цвета, обошлись они совсем недорого, что-то около там 20 рублей с копейками белого, потому что они предназначены не для улицы, а мы будем носить их в садике на физкультуру. Если бы это были кроссовки для улицы, там, для уличных каких-то занятий, то, конечно же, такую светлую расцветку, я думаю, что я бы не брала, потому что их будет невозможно отстирать, то такая вот еще сеточка идет поверху. Но так как это для физкультуры, для занятий в помещении физкультурой, то я думаю, что нормально будет ему. Вот, качество, в принципе, нормальное тоже для такой цены, не вижу я прям тут каких-то косяков. За 20 рублей, ну, мне кажется, отличные кроссовки, такой вот яркий цвет, думаю, что для физкультуры подойдут отлично. Не знаю, сколько прослужит вот эта вот липучка, но пока что все нормально. Дальше, что у нас? А, заказала вот такое вот доместос большой за 5 с копейками рублей, полтора литра здесь. Вот, ну, что сказать про доместос? Мне кажется, хорошая цена, 5 рублей за такой объем. Вот, поэтому, в принципе, и заказала. Больше про доместос мне сказать нечего. И еще одна покупка для Руслана, уже, наверное, последняя на сегодня. Это вот такие вот штанишки, опять же, от Gloria Jeans спортивные. Взяла на вырост, потому что на сейчас у нас очень много брюк, а эти были по хорошей цене, 10 рублей всего лишь. И размер у меня тут 128, но я думаю, что на следующую там весну, осень уже ему будет хорошо. Так, у нас тут 55% хлопок, 45% полиэстер, темно-синий цвет и вот с такими вот яркими оранжевыми вставками. На ощупь довольно-таки приятненькие. Внутри вот такая вот ткань. Показываю, кто в этом разбирается, я в этом не разбираюсь. То есть не начес, а такая вот шершавая ткань внутри. Ну, немножко, мне кажется, они такие утепленные. Вот эта вот верхняя ткань, она гладкая, очень приятная на ощупь. Кармашки здесь вот такие вот по бокам есть. Ну, такие вот спортивные штанишки на улицу или в тот же садик ходить. Мне кажется, отлично за цену 10 рублей, почему нет. Я довольна. Оставлю ссылку, кому интересно, можете тоже пройти. Возможно, когда вы пройдете по этой ссылке, будут они в наличии. Или можете добавить в лист ожидания, как и любой другой товар, потому что часто на Wildberries что-то по хорошим ценам очень быстро разбирают, но потом появляется эта же вещь по хорошей такой же цене, поэтому можно добавить в лист ожидания и контролировать, мониторить и ждать ваш товар. В общем, на сегодня были у меня вот такие вот покупки. Обязательно пишите в комментариях, что вам понравилось, понравились ли вам те вещи, которые я купила для себя, хорошо ли они на мне сидят, как по вашему мнению. Вот, и для ребенка то, что я купила. В общем, вдруг вы посмотрели мое видео и что-то тоже решили себе купить, вам что-то понравилось, то обязательно пишите об этом в комментариях, будет интересно. Но на сегодня я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, потому что впереди будет еще много интересных видео. И в Wildberries в том числе я буду вам показывать Эйзон. Но на сегодня пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok